церковь иисуса построение подлинных церковных отношений уроки первой церкви давида мир вам друзья приветствую вас на блоге виктора буслава познания церковь вы слышали такое слово и каждый из нас сразу представляет перед собой картину кто собор кто собрание и свою общину кто домашнюю группу и это все правильное представление это все строение божие на земле бог собрал своих людей детей божьих тех кто ищет его кто молится ему читает слово его и конечно тех кто ищет взаимоотношений с ним свое строение это церковь форм литургии строений очень много и все это его церковь так какая его церковь церковь иисуса христа формы зданий методы проведения собраний много и все это наше мнение вера как правильно и конечно я не спорить не буду никогда не люблю говорить что разделяет это как в семье я сам строю свою семью свое взаимоотношение в доме а советчик только один это дух святой который освещает ведет и свидетельствует мне как жить и спорить о своей семье никто не будет так ведь но посмотрим на то что нас всех христиан объединяет это бог это то что мы все пришли к богу с верой в иисуса христа и что он сделал для нас так что нас объединяет и к чему мы стремимся в наших взаимоотношениях в нашей церкви общине какой должна быть церковь христа и какие отношения должны быть у нас давайте посмотрим на давида и его первую церковь хотите ли вы быть частью свободной церкви с близкими отношениями сегодня прекратим сплетничать и скажем милосердие чтобы испытать свободные отношения и свободу церкви не забудьте подписаться на более глубокий контент о церкви и вере и духовности разрушая силу сплетен развиваем здоровые связи в церкви все что происходит сегодня в нашей жизни жизни общины это результат того что мы делали вчера это видео продолжение трех последних проповедей на тему жизни с богом предыдущая была на тему сплетников в нашей духовной семье хотите быть стать частью посещать церковь иисуса христа чтобы иметь свободные тесные взаимоотношения сегодня остановите сплетника и скажите оправдайте того человека кто споткнулся дух святой поможет не участвуйте в таких чистилищах пусть церковь и общение взаимоотношения начинаются с нас спасение давида так какая должна быть церковь и какие взаимоотношения посмотрим на давида его первую церковь когда пророк самуил помазал давида на царя он не знал какой путь он пройдет помните когда он победил голиафа и его саул забрал к себе в свиту он наверное думал ну вот скоро стану царем но проходили годы и наоборот как-то его царство не все дальше и дальше дошло до того что давиду пришлось бежать прямом смысле слова царя а царя саула представьте эту ситуацию он бежал не просто от плохого настроения а его хотели убить в прямом смысле слова давид был и у пророков и у священников но там не было спасения от руки саула тогда он попытался спастись в языческом мире у царя филистимлян откроем книгу первое царство 21 главу стихи с 13 по 15 и изменил лицо свое перед ними и притворился безумным выклал в их глазах и чертил на дверях кидался на руки свои и пускал слюну по бороде своей и сказал анхус рабам своим видите он человек сумасшедший для чего вы привели его ко мне разве мало меня сумасшедших что вы привели его чтобы он юродствовал передо мною неужели он войдет в дом мой это первая книга царств 21 глава стихи с 13 по 15 и в языческом мире ему не было спасения церковь давида создание процветающей церковной общины важность взаимоотношений но где давид нашел на время покой и собрал свою первую церковь у пророков у священников языческом гефе откроем первое царство 22 главу стихи 1 2 и вышел давид оттуда и убежал в пещеру адаламскую и услышали братья его и весь дом отца его и пришли к нему туда и собрались к нему все притесненные и все должники и все огорченные душою и сделался он начальником над ними и было с ним около 400 человек это книг 1 книга царства 22 глава стих 1 2 где давид в результате остановился в своем царствование пещере именно там несомненно и именно туда к нему пришли люди кто богатые знатные из них давид строил свое царство вообще-то нет друзья перечислим кто там был кто был беде обиженные притесненные вдобавок должники банков кто был разочарован жизнью огорченные душой и несчастные можно сказать вот эта церковь но именно над ними давид стал начальником вождем и было около 400 человек однако именно с них начиналось его царство именно они были с ним до конца нам хочется чтобы с нами были люди и до конца но не сильно хочется чтобы это были обижены притесненные должники огорченные душой стоит отметить представьте что там происходило вы сидите у огня а вы смотрите вокруг себя а тот должник сбежавший от взаимодавца того обманули забрали жилье и так по кругу а так все смотрят друг на друг на друга и все понимают что другого у них нет есть только те кто вокруг них они бесспорно открыты друг перед другом ничего не скрывают они свободны церковь иисуса создание процветающей церковной общины важность взаимоотношений помните иисуса христа что он говорил про себя откроем евангелие от матфея 11 главу стихи с 28 по 30 придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас возьмите иго моё на себя и научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим ибо иго моё благо и бремя моё легко это евангелие от матфея 11 глава стихи с 28 по 30 иисус христос тоже пришел мир спасти спасти он приглашает к себе всех труждающихся обремененных и он успокоит нас да наверное как сильно отличается церковь давида и наша современная церковь но церковь иисуса христа тело на земле строится с открытости когда знаем что нас понимают и не осуждают вместе с тем вспомнить тех кто был с давидом у костра а это мы слышим когда общаемся с сестрами и братьями так друзья когда к нам подойдет кто-либо и начнет говорить негативную правду о наших ближних мы их остановим или оправдаем их безусловно будем к ним милостивы и милосердны как милосерден к нам бог так друзья путь церковь давида церковь христа начинается с нас с вами кажется нет христа в церкви мы приведем его более того если нет милосердия церкви мы мы принесем его туда так ведь друзья мы еще много будем говорить на темы церкви как бы там ни было сегодня мы путешествовали во времени смотрели что говорит апостол как появилась первая церковь давида и какие взаимоотношения у них были более того мы еще много будем говорить на темы церкви молитвы бога иисуса христа и конечно духа святого подписывайтесь будем вместе путешествовать по страницам слова божьего современном мире когда вы ставите лайк мне нравится или делитесь рассказать друзьям в результате вы помогаете служению спасения и распространению божьего слова с вашего разрешения сейчас я заканчиваю вам понравилась запись или вы получили слово откровение от духа святого конечно поставьте лайк подписывайтесь и делитесь и передавайте привет братьям и сестрам аминь